Милые мастера, всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами о том, какая должна быть капсула у нашего клея и для чего необходим нам закрепить это. Итак, первое. Что такое капсула вообще? Вы знаете все, что многие наращивают волосы и есть капсула, которая формируется, это основание клея. У нас то же самое. Когда мы формируем и создаем кучок, при этом макая реснички в клей, у нас образуется здесь небольшая капсула из клея. Очень важно, какую структуру клея вы выбираете. Иногда бывает пластик такой более жесткий, а иногда бывает пластик мягкий. Вы всегда должны выбирать более эластичный клей. Всегда это будет зависеть, конечно, от состава вашего клея. Поэтому выбирайте клей с пользой для себя и с удобством для вашего клиента. Чем более эластичная и тонкая получаются капсула, тем приятнее и комфортнее ходить с клиентом. Давайте переходим теперь ко второму моменту. Это закрепитель. У меня есть вот такие вот штучки. Я думаю, что вы с ними знакомы. Вы знаете, что это такое. Это закрепитель, который наносится после наращивания ресниц. То есть, когда мы наращиваем, полностью завершили процесс работы, закрепитель у нас бывает с такой щеточкой, как здесь. И закрепитель у нас бывает с кисточкой. Обратите внимание, вот такой закрепитель с щеточкой. Его наносят обычно после классического наращивания. И бывает еще закрепитель с кисточкой. Если у вас все-таки закрепитель с щеточкой, вы можете использовать микробраш. Зачем это необходимо? Если его выполняется наращивание объемное, тогда мы не используем кисточку, потому что закрепитель имеет свойство схватывать наши реснички в лучке. И мы не имеем распушенного вида. Поэтому, зачем он вообще нужен? Потому что некоторые говорят, что его можно исключить, и он нам вообще необходим. То, что он продлевает носку, это само собой. Он не продлевает ее надолго, потому что, когда клиент умывается, закрепитель имеет свойство умываться. Но он дает один очень важный момент. После того, как вы нарастили все реснички, у вас здесь образовались капсулы из клея, о которых мы только что говорили. И получается, что капсулы клея полностью еще не споленизировались. То есть, ваш клиент уходит, еще надо минимум 5 часов, для того, чтобы ваш клей полностью загустел и стал таким более жестким пластиком. То, что я вам говорила, он будет более эластичным, но полностью загустевшим, если это хороший клей. В таком случае, если вы использовали закрепитель, ваш клиент уходит довольно счастливый, приходит к вам на коррекцию, либо уже на перенаращивание с достаточно чистой капсулой, именно с такой капсулой, с которой вы отпускали вашего клиента. Если же вы не используете закрепитель после наращивания, во все, давайте я сейчас прорисую такие наши ресничные ряды, либо наши реснички, и вот здесь вот наши капсулы клея. Здесь визуально всегда просматривается у зоны века, наши наращивания чуть-чуть жестче, именно из-за того, что вместе ресницы и клей, из-за этого здесь зона смотрится гуще всегда. Поэтому, если вы наносите на эту зону закрепитель, он предохраняет капсулы от того, что в ближайшее время на него будет оседать пыль, грязь, налет, и капсула сохранится такой же тонкой и аккуратной. Если вы не использовали закрепитель, в ближайшие 5 часов, пока полностью не загустел клей, на него осаживается вся пыль, грязь, налет, где-то, не знаю, кто-то, возможно, если это летний период, пошел на пляж, если это просто вышли на улицу, там, дороги, метель какая-то, не знаю, весь этот осадок, пыль, грязь, и все, садится на капсулу, и что делает? Налипает и облипает рядышком с ней весь этот налет. Поэтому, точно так же, возле каждой ресницы есть сальная железо, которая вырабатывает свои ферменты. Они тоже прилипают полностью к этому клею. И из-за этого, когда к вам в следующий раз приходит клиент на коррекцию, вы не можете понять, в чем дело. Вы наращивали, вроде у вас было аккуратное, красивое наращивание, аккуратная, тонкая капсула, и тут пришел клиент, вы смотрите, а оно как будто все грубое, и делать даже коррекцию уже вообще не имеет никакого резона, потому что они грязные, и вы поставите новые реснички, поставите новые, там, пучочки, да, и они будут смотреться тоньше, чем ваше предыдущее наращивание. Это именно потому, что вы не используете закрепитель и не бережете глаза своего клиента от того, чтобы капсула оставалась чистой на более длительный период. Это будет возможным, если вы будете использовать закрепитель сразу после наращивания. Не забывайте, что ближайшие часов 5 клей еще полностью срабатывает, и все, что будет осаживаться вокруг, будет к нему прилипать. Поэтому, приходя на коррекцию, всегда будет смотреться уже капсула более грязной и некрасивой. Поэтому моя вам рекомендация все-таки использовать закрепитель. Он не является настолько дорогой вещью в наращивании ресниц, и при этом он всегда будет вашим помощником. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео.